Готов почти на четверть. Строительство аэропортового комплекса «Южный» идет с опережением графика. Об этом журналистам рассказали в руководстве компании-заказчика. Новый аэровокзал расположен рядом со станицей Грушевская в Оксайском районе. Он будет оснащен взлетно-посадочной полосой в 3600 метров и рассчитан на обслуживание 5 миллионов пассажиров в год. Как обещают инвесторы, первых гостей воздушная гавань сможет принять уже в декабре следующего года. По основному объекту, по пассажирскому терминалу на сегодняшний момент выполнено 90% монолитных работ. Собственно, основной контакт здания уже практически готов. Приступили к устройству внутренних перегородок. Где-то, наверное, процентов на 30 сейчас уже выполнены внутренние перегородки. Также приступили к выполнению внутренних инженерных систем терминала. На следующем этапе строители планируют завершить установку металлических конструкций для устройства кровли и фасада пассажирского терминала. По словам Сергея Краснова, уже к декабрю этого года подрядчики обещают закрыть так называемый тепловой контур здания и приступить к внутренней отделке. В июне 2017 года у нас все пусконаладочные работы по основному зданию пассажирского терминала будут завершены. В настоящее время мы также завершаем приобретение технологического оборудования. Это у нас система обработки багажа, телескопические трапы, технологическая мебель со стойками регистрации. Одновременно подрядчики продолжают возводить внешние коммуникации. Так, на четверть выполнены работы по устройству пешеходных дорожек. На 80% готовы парковки. Кстати, стоянка на территории будущего аэропорта будет рассчитана на 2500 машиномест. Подъехать к воздушной гавани можно будет по одной из двух магистралей. Одна от северного обхода Ростова, вторая от трассы М4 Дон. Достроить их обещают к ноябрю 2017 года. Накормить участников и гостей Мундиали не только вкусно, но и в соответствии с международными стандартами. Региональный департамент потребительского рынка провел мониторинг предприятий общественного питания. Реестр перспективных объектов потребительского рынка уже сформирован. Они расположены в 100-километровой зоне. Кроме ростовских в списке общепиты Батайска, Таганрога, Азован, Новошахтинска, Новочеркасска и Шахт, а также предприятия нескольких районов области. Всего 1300 организаций. Для нас очень важно, конечно же, чтобы уровень сервиса и уровень обслуживания соответствовал тем позициям, которые на сегодняшний день занимает наш регион в целом, Ростовская область. Вы знаете, что Ростовская область у нас ходит в первую десятку перспективных регионов Российской Федерации по уровню развития и в том числе по уровню развития потребительской сферы. Мы занимаем шестое место. На этот раз эксперты проверили 66 организаций общественного питания, по 10 в Азове и Таганроге, остальные в Ростове. Только 9% соответствовало требованиям. Почти у всех предприятий отсутствовала доступная информация для потребителей. Принципы ХАСП, системы контроля качества пищевой продукции, внедрили только 15. Организации, как правило, не соответствовали заявленному типу. Нарушения в меню эксперты нашли практически у третьей организации. Недочеты эти придется исправлять. Экспертное заключение получило каждое предприятие, которое подверглось анализу. И там на самом деле есть самое главное. Это оценка, насколько близко процесс оказания услуги в каждом предприятии тем нормам и требованиям, которые предъявляются в этом сегменте рынка. Если были какие-то предприятия, всевозможные вопросы или они появились потом при изучении этого материала, в этом же экспертном заключении были все контактные телефоны, по которым можно было получить консультацию экспертов, всевозможные разъяснения по выполнению того или иного требования. Еще один шаг на пути к улучшению качества. Добровольная сертификация сделана на Дону. Перечень объектов части сертификации услуг общественного питания расширился. Подробную информацию можно найти на сайте donmate.ru За полгода донские налогоплательщики пополнили казну страны и области на 91,7 млрд рублей, что на 17,5% больше аналогичного периода 2015 года. Сумма сложилась из налога на доходы физических лиц, акцизов, налога на прибыль организаций. Доходы федерального бюджета перечислено на 30,1 млрд рублей, что почти на 22% больше по сравнению с январем-июнем 2015 года. Консолидированный бюджет Донского региона пополнился на 61,5 млн рублей или на 67% доходов, поступивших на территории Ростовской области в консолидированный бюджет России. Крымский федеральный округ войдет в состав Южного федерального округа. Президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ. Согласно тексту документа, опубликованному на официальном сайте Кремля, такое решение принято для повышения эффективности деятельности федеральных органов власти. В указе также говорится о том, что полномочным представителем президента в преобразованном Южном федеральном округе назначен Владимир Устинов. Президент поручил правительству подготовить все необходимые документы и утвердить структуру из штата аппарата полпредства в ЮФО. 30 тысяч рублей и ужин с игроком гандбольного клуба «Ростов-Дон» получит автор лучшего талисмана спортклуба. Срок приема работ продлили до 1 августа. Лучший символ адаптируют для костюма. В первую неделю августа в социальных сетях ВКонтакте и Фейсбук пройдет голосование болельщиков за лучшие работы. Определят трех суперфиналистов. Потом проголосует руководство клуба. 10 финалистов получат фирменные майки «Ростов-Дон». Трое суперфиналистов – абонементы на предварительные игры домашних матчей.